Здравствуйте! В эфире «Про здоровье» с вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в третьем филиале научно-медицинского исследовательского центра имени Вишневского. Я хочу вам представить Владимира Ивановича Стеклова, главного аритмолога, заслуженного врача России, доктора медицинских наук. Эндоваскулярного хирурга, филиала номер 3, научно-медицинского исследовательского центра имени Вишневского. Еще раз здравствуйте! Добрый день, Мария! Владимир Иванович, хотелось бы, чтобы вы сегодня показали отделение, в котором проводите операции, показали то оборудование, на котором работают врачи, ваши коллеги, ну и поговорили о возможностях госпиталя, который на сегодняшний день может оказывать медицинские услуги не только военному контингенту, но и всем жителям Одинцовского городского округа. Мария, мы сейчас находимся перед входом в отделение рентгенхирургических медицинских диагностей и лечения госпиталя. И позвольте вас пригласить в операционную, в пультовую нашу операционную и показать, на самом деле, чем владеет в сегодняшний день наши госпитали. И хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, что проходит в этом отделении. – Хорошо, пойдемте, все расскажу. – С удовольствием. – Владимир Иванович, расскажите, где мы сейчас находимся и что за этим стеклом? – Мы с вами находимся в пультовой универсальной операционной нашего госполя. Она почему не универсальна, потому что здесь выполняются различные операции. Во-первых, выполняются операции при остром коронарном синдроме, при нарушениях проходимости как коронарных, так и периферических сосудов. Операция выполняется как в плановом, так и в экстремном порядке. И помимо этого, в этой операционной есть оборудование, которое позволяет выполнить самые сложные современные операции у больных с нарушением ритма сердца. Как в пародиоритме, так и в тахиритме. То есть пациент с редким пульсом и частым ритмом. – Насколько это действительно редкое оборудование, и насколько это было необходимо, чтобы оно появилось, в том числе и на территории госпиталя и Одинцовского округа? – Таких больных вообще в мире, в Российской Федерации, в Одинцове таких больных очень много, которые нуждаются в оказании такой современной медицинской помощи. Поэтому наличие оборудования в этом госпитале своевременно и необходимо. Это оборудование себя оправдывает. Ежегодно выполняется очень много операций госпиталя. И мы таким образом спасаем жизнь наших жителей, улучшаем качество жизни наших пациентов. – Количество операций, которые проходят в день? – Раз на раз не приходится. Сотрудники отделения круглые сутки находятся на дежурции, чаще в домашних условиях. При необходимости они вызываются экстренно и выполняются оперативные решательства. На первую очередь, конечно, при остром коронарном синдроме. – То есть мы понимаем, что все-таки заболевание сердца, особенно если это острый коронарный синдром, если это инфаркт или инсульт, то здесь идет счет на минуты. И очень важно вовремя не только привезти пациента, но еще чтобы в лечебном учреждении в том числе было и все нужное оборудование, специалисты. – Конечно, это очень неожиданная ситуация. Как говорил Шибулгак в своем романе «Масла Маргарита» «Тело к смерти», но иногда он внезапно смертен. Поэтому ситуация возникает внезапно, и мы обязаны выполнять экстренные операции этим пациентам. Здесь счет идет на минуты. Первые 60 минут, если выполнены операции, то большая часть миокарта, большая часть головного мозга, клетка головного мозга сохраняется, и человек остается практически инвалидом, он готов выполнять дальше возложенные на него обязанности. – Как осуществляется маршрутизация пациентов? Ну, понятно, если это военный контингент. Если это все-таки гражданское население, как к вам попадают эти пациенты с острым коронарным синдромом? – Ну, гражданские пациенты к нам с острым коронарным синдромом попадают не так часто, потому что здесь в Одессове создан региональный сосудистый центр, где выполняются экстренные операции, но иногда эти пациенты попадают к нам. Тоже мы оказываем эту высокотехнологическую медицинскую помощь, такой категория пациентов. – Ну, это уже, наверное, скорая, да, маршрутизирует пациентов по мере удаленности, времени, приезда и наличию, наверное, свободы. – Наличие места, да, операционных, да? – Опять же, операционных, да, да, да. Но в основном они идут, конечно, уже как бы регионально сосудистый центр, эти пациенты. – Оказывается ли в этом отделении высокотехнологичная медицинская помощь? – Совершенно верно, как раз это отделение, оно обладает всеми средствами, силами, имеются и силы, и средства, которые позволяют оказывать пациентам самую современную высокотехнологическую помощь, как при нарушении проходимости сосудов, так и при нарушении сердечной ритмы проводимости. – Есть острые сердечные недостаточности, а есть заболевания сердца, в этом отделении в том числе проводятся и плановые операции, я правильно понимаю? – Да, у нас есть очень хорошие кардиологи, грамотные кардиологи, которые обследуют пациентов, выявляют нарушения, которые требуют оказания высокотехнологической медицинской помощи, и отделение плановым порядком после подготовки пациентов выполняет эти операции. – Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, о Ваших коллегах, кто здесь трудится, кто помогает Вам ежедневно спасать десятки жизней людей? – Отделением заведует известный рентгеном древескарный хирург Поляков Иван Иванович. Он возглавляет всю эту службу, и выполняет он самые современные высокотехнологические методы лечения на высоком профессиональном уровне. Есть у него и другие коллеги, которые ему помогают, это Васильев, медсестры, старшая сестра Светлана Андреевна, которые всегда очень отзывчивые, хорошо, высоко владеют своей профессией. Таким образом, есть слаженная, хорошая команда, которая позволяет выполнить современные операции на высоком уровне. – Скажите честно, то оборудование, которое находится на сегодняшний день в госпитале, насколько оно действительно технологично, и насколько оно отвечает всем требованиям, и насколько удобно, в первую очередь, врачам на нем работать? – Что касается конкретной аритмологии, в госпитале оборудование, которое имеется, позволяет выполнять операции в основном то, что необходимо выполнить. Но есть аритмия, которая, конечно, нуждается в более современной улучшенной оборудовании. Конечно, это планируется, со временем это все будет, и будем выполнять операции при всех нарушениях сердечной ритмопроводимости. – Владимир Иванович, спасибо Вам за экскурсию. Продолжим говорить об аритмии? – Давайте, конечно, продолжим. Это очень интересная тема. – Владимир Иванович, что такое аритмия? Давайте поговорим об этом понятии в более широком смысле. – Аритмия, она, в принципе, этим заболеванием люди страдали на астантических времен. Из перевести греческого языка – это как бы несогласованность ритма. Вот Всемирная организация здравоохранения 78-го года говорит о том, что аритмия – это любой ритм, который не синус в происхождении. Значит, если не синус в происхождении, значит, это уже аритмия. Аритмия, она может возникать вследствие нарушения, как на функции, несколько функций сердца. Это может быть функция автоматизма, функция возбудимости, функция проводимости, либо сочетание этих функций, которые могут привести к нарушению сердечного ритма и проводимости. – Если говорить об аритмии, то насколько она влияет на качество жизни человека? – Насколько с этим заболеванием, ну, в общем-то, как-то можно жить, корректировать, поддерживать его? – На свете очень много видов аритмии, на самом деле, где встречается. И каждая аритмия, она отличается для каждого пациента своей особенностью. В некоторых пациентах нисколько не влияет на качество жизни, а у некоторых пациентов насколько сильно влияет, что они иногда доходят до инвалидизации. – Но это все-таки получается, что организм сам приспосабливается? – У некоторых людей, да, организм приспосабливается, а некоторые люди никак не могут приспособиться, и это требует лечения. И потом, функциональная аритмия может возникать на фоне органических заболеваний сердца. – И что это значит? – Ну, к примеру, пациент страдает ишемическим болезнью сердца. Либо у пациента имеются пороки сердца, расширение камер сердца, кардиомепатии. То эта аритмия считается опасной для этих пациентов. А бывают аритмии у молодых людей, которые протекают без каких-либо клинических проявлений, у них никаких организмов заболеваний сердца нет. Как правило, такая аритмия считается благоприятной, она не влияет на прогноз жизни, но в то же время у некоторых людей может снижать качество жизни. Я же говорил, что аритмия очень большой спектр. И каждая аритмия требует особого внимания от кардиолога, от лечащего врача. Потому что иногда даже безобидная аритмия может привести к каким-то серьезным, фатальным осторонениям. – Получается, каждому пациенту, страдающему аритмией, персонифицированный подход. Вот то, к чему сегодня стремится современная медицина. В общем-то, если мы говорим об этом заболевании, то так было, в принципе, всегда. – Совершенно верно, Мария. Значит, аритмия требует индивидуальный подход в каждом случае. И в каждом случае требует глубокого анализа стороны врача. Потому что, как я уже говорил, может быть даже безобидная аритмия, она может закончиться очень плачевно. Вот такой есть врожденная аномалия, синдром Больф-Паркинсон-Уайт, например. Даже феномен аритмии, первый возникший пароксизм, он закончится фатальной аритмией. Поэтому это всегда требует глубокого анализа. Это не простая вещь, на самом деле. – А почему развивается это заболевание? – Причин для развития аритмия очень много. Бывает иногда сердечные причины, несердечные причины. Вот, как я уже говорил, сердечные причины являются основные заболевания. Это ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, врожденные либо приобретенные пороки сердца. Это может быть расширение камер сердца, так называемая кардиомиопатия. Это может быть просто сердечная достаточно длительная артериальная гипертензия, когда гипертоническая болезнь может приводить к гипертрофии миокарда. Это тоже может потом привести к аритмии. А к несердечным причинам, особенность для фибуляции при сердце, трепетания при сердце, это заболевание щитовидной железы. Как правило, это гипертиривоз, то есть повышенная функция выделения гормона щитовидной железы. Другие причины, может быть, являются вне сердечных причин, это так называемый синдром абсургтина опнои сна. Если пациенты, например, аритмии возникают, как правило, ночью, в ночные часы, во время сна, всегда необходимо исключать вот это опнои сна. Это просто народе говорят обычный храп, ночной храп пациента. Это тоже такая проблема, очень серьезная. Я думаю, это тема какой-то другой передачи, потому что на самом деле это широкая проблема. Еще, может быть, аритмия возникает у людей, когда после переедания может возникать аритмия, после приема алкогольных напитков в большом количестве. А вот какие ключевые симптомы должны человека насторожить и послужить сигналом к тому, что необходимо моментально обратиться за помощью к специалистам, ну, как минимум, к кардиологу, пройти исследование? – Ну, если вот я бы здесь коснулся небольшой классификации аритмии, аритмия вот определяет, если просто для народа обычно, да, это получается, так и аритмия, когда сердце бьется часто, и прадиоритмия, когда сердце бьется редко. В норме вообще синус-ритм, он генерирует импульс частотой 60-90 в минуту. Если выше 90 в дырах минуты, значит, человека, больного это должно настораживать. Значит, что-то с его сердцем не так, в покое, если выше 90. Если, к примеру, в покое человека пульс меньше 60, тем более меньше 50, тоже это человек должен настораживать. Значит, ну, конечно, у людей, атлетов, да, кто занимается спортом, у них, как правило, редкий пульс, у них в покое, это может 45 снижаться, и они практически протекают бессимптомно. Но если же, вот, пример, еще реже, и при этом это сопровождается симптомами, то высокий пульс, часто сопровождается, как правило, сердцебиением. Сердцебиением, может быть, там некоторые пациенты говорят, что сердце как бы заячий хвост там болтается в груди. Такая ситуация тоже бывает. А прадиоритмия, наоборот, сопровождаются слабостью, может сопровождаться головокружением. В некоторых случаях, когда сильно прадиоритмия, когда сердце длительное время сокращается, может сопровождаться потерей сознания. Поэтому, не дай бог, если такие симптомы появляются, если у пациента, у человека появляется впервые внезапная потеря сознания, это, конечно, очень такой грозный синдром, который требует глубокого анализа. Это потеря сознания может привести и самотахикардия, когда очень высокий пульс, может привести и редкий пульс. Вот я бы вот так сказал, как пациент должен реагировать на эту ситуацию. Все-таки этим заболеванием чаще всего страдают возрастные пациенты или молодые люди тоже? – В зависимости от вида аритмии, я бы сказал так. К примеру, есть такая аритмия, очень часто встречается, например, фибуляция спирстерния. – Что это такое? – Эта аритмия встречается чаще у людей старшего возраста. После 60 лет общая популяция где-то к 2%, даже выше. К 80 годам уже каждый десятый человек страдает от аритмии. А у молодых людей чаще встречаются другие виды аритмии. Как я вам говорю, это синдром Борис-Паркинсона Уайта, наджелудочная тахикардия, экстрасистола чаще встречается. То, что вы задали вопрос, что такое фибуляция в предсердии, ну, если так сказать, это абсолютно аритмия. Когда сердце бьется так неровно, что часто, а то медленно, и пациент описывает, как бы, непонятно, что то быстро, а то медленно, никак не понять. У некоторых людей это сопровождается очень выраженной клинической симптоматикой. Это может быть одышка, перебой в работе с сердцем, слабость. Появляется, если аритмия длительное время находится, появляется одышка, отеки могут появиться. Вот. Такие симптомы, вот, фибуляция при сердце. А у молодых людей, которые, например, наджелудочная тахикардия, она, как бы, сопровождается ритмичным сердцебиением. Сердце бьется, как бы, в груди ритмично, иногда пьет в облаке шеи. И даже, когда пациент приходит к доктору, к примеру, ко мне, когда приходит, я даже, когда симптомы пациент мне рассказывает, я могу уже большой долей вероятности сказать, какая же у этого пациента аритмия. Вы уже сразу все видите. Ну, конечно, основной вид диагностики аритмии, метод диагностики аритмии, конечно, это поверхность электрокардиограмма. Поверхность электрокардиограмма нам позволяет, если во время аритмии записали кардиограмму, позволяет, ну, в 90% случаев поставить правильный аритмический диагноз. Обычный поверхность кардиограмма, который уже более 100 лет мы используем в своей клинической практике. Вот история, там, у нас русский врач, физиолог, Самольнов такой был, у нас в Казани он работал, и как раз он впервые записывал эту электрокардиограмму у нас в Российской Федерации. Владимир Иванович, насколько сегодня эффективно лечится, корректируется аритмия? – Здесь тоже в зависимости от какого вида аритмии. То, что он говорил, вот синдрома Вольфа Паркинсона Уайта, эта аритмия, она даже вот в двух видах бывает, если так подразделять. Это бывает феномен, это Вольф Паркинсона Уайта, и синдром. Значит, феномен, когда, на каком мы видим проявление аритмии, признака аритмии, ну, симптомов аритмии нет. А при синдроме, когда появляется на каком-то признаке аритмии, и пациент описывает клиническую картину аритмии, то есть сердце бьется неритмично, возникает внезапный приступ сердцебиения. Но эта аритмия очень хорошо лечится, сегодняшним высокотехнологичными методами. В нашем Госпале этот метод используется, называется катетерноаблация, находится зона интереса, где проходит этот дополнительный путь проведения. В основе этой аритмии, что она является? Является дополнительное воссоединение. Значит, это дополнительное воссоединение, только высокая частота она пересекается, и аритмия прекращается. Другой вид аритмии, например, так называемая обаузловая тахикардия. То же самое, находится на медленной части этого пути, пересекается, и аритмия вылечивается практически в 100% случаев. Раньше эти пациенты всю жизнь жили, принимали таблетки, несмотря на это, как бы, аритмии возникали. Сами эти аритмии, они, в принципе, не совсем смертельные, но может вызвать… Ну, наверное, на фоне других заболеваний, это может вызвать дополнительное осложнение. Во-первых, дополнительное осложнение с возрастом, получается, может присоединиться к другому, к более серьезной аритмии. Но в то же время, это аритмия, например, человек едет за рулем. Он, например, водитель автобуса, да, вот, за рулем едет, во время на перекрестке возникла аритмия. Конечно, может, ситуация такая, аварийная ситуация может возникать, да. Аритмия возникает, может, во время плавания, да. Поэтому этих людей лучше избавлять радикально в современном методе лечения. Вот, например, то, что касается синдрома Вальфа-Паркинсона-Вайта, я уже много раз о этом, конечно, говорю. Потому что даже феномен, это бывает опасно для жизни, у них намного выше риск внезапной смерти, чем в общей популяции, особенно у молодых людей. Поэтому, если даже это безобидное заболевание, лучше бы провести исследование, чтобы выполнить эту аблацию, убрать этот план подпроведение. Дальше, конечно, очень много можно рассказать про клинику про фибуляс пересердия. Вот эти аритмии, то, что я назвал, их можно почти в 100% случаев вылечить. Есть другая аритмия, фибуляс пересердия. Уже это у людей более старшего возраста. Это требует более глубокого, другого анализа. И тема для дополнительной беседы. Ну, может быть, да. Может быть, сегодня коснуться этих вопросов в городе. Потому что эта тема очень интересная, она такая глобальная, по крайней мере, ну, наверное, актуальна для жителей Одинцова, Одинцовского района. Насколько часто с этой проблемой обращаются к вам? Ну, сегодня вот эта фибуляс пересердия – это как бы основная вид аритмии, по поводу которой обращаются люди. И чем, ну, в данном случае, вы уже сказали о том, что это не так просто, как то, что мы обсудили ранее. То есть как в этом случае все корректируется? То есть эта сама аритмия, фибуляс пересердия, она считается как бы нефатальной, как бы внезапной смерти она, как правило, не приводит. Но многие пациенты отмечают явно яркое снижение качества жизни. Эта аритмия, она опасна своими осложнениями. Основное осложнение, конечно, это кардиомиологический инсульт. То есть, когда сердце работает несогласованно, повышается риск развития вот этих тромбов сердца, эти тромбы могут оторваться и улететь в головной мозг. Поэтому эти пациенты должны принимать препараты, которые разжижают кровь. И чем раньше они обратятся к кардиологу, специалисты, которые занимаются аритмией, чем выше вероятность радикально излечивать этой аритмии. Почему? Пытаюсь объяснить. Тригерами этой аритмии являются оси легочных вен. Легочная вена не впадает в левопресердие. И наша операция, в чем заключается, вначале, вот эти легочные вены мы электрическим методом изолируем от левопресердия. Таким образом, мы блокируем проведение блокируемое проведение из легочных вен, левопресердия. Практически удается нам излечить пациента также от такого распространенного заболевания. А когда уже пациент долгое время ходит с этой аритмией, уже начинает участвовать в процессе развития, поддержания этой аритмии, само левопресердия. Так называемая, по классификации называется, персистирующая форма, то есть это такая упорная форма аритмии, начинает участвовать в самой левопресердии, и тогда не всегда удается найти это участок аритмии. Поэтому, чем раньше пациент обращается к кардиологу, аритмологу, тем выше у него шанс избавиться от этого недуга. Мы не устаем повторять это в каждом выпуске нашей программы, о том, что при любых отклонениях от нормы, конечно, человек должен в первую очередь обращаться за помощью к специалистам, пройти какое-то количество определенных исследований, чтобы поставить правильный диагноз и незамедлительно начать лечение. А возможно и профилактировать какие-то заболевания, которые могут в будущем развиться, исходя из тех симптомов, с которыми обращается пациент. Владимир Иванович, что бы Вы пожелали всем нашим телезрителям? – Утилезрителям я искренне желаю здоровья, чтобы у них сердце билось ровно, чтобы у них синус и ритм работал. Синус-узел обладает функцией подавления узор-пасши нижележащих отделов, чтобы у них долго и счастье работал. И пациент, когда сердце хорошо работает, настроение хорошее, качество жизни хорошее, головной мозг работает. Это самое главное. А если вдруг какие-то проблемы, мы готовы помочь всегда. – Госпиталь открыт. Открыт, я еще раз напомню, не только для военного контингента, но и для всех жителей Одинцовского городского округа. Поэтому можно обратиться за помощью специалистов и получить здесь высококвалифицированный ответ на свои вопросы. – На самом деле, мне пациенты, я к ним очень хорошо отношусь. Хочется каждому пациенту помочь, оказать наибольшую медицинскую квалифицированную помощь. У меня мама, когда еще она была жива, говорила, если ты хоть не можешь помочь, хоть добрым словом людям помоги. Это тоже, иногда это тоже помогает. – Я с вами полностью согласна. Спасибо вам за интервью, спасибо за экскурсию, за возможность заглянуть и прикоснуться к тому делу, которое вы делаете, спасая жизни людей. – Спасибо вам большое за уделенное время. – Спасибо. – Спасибо. Вы смотрели программу про здоровье. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.